Итак, меня зовут Григорий, я один из организаторов этой конференции и по совместительству я технический евангелист группы компании Digital October. В свободное время подрабатываю частным консультантом и консультирую как раз по организации разработки. Я нечто среднее между менеджером и тимлидом, умею переводить с человеческого на технарский и обратно. Сегодня я расскажу вам про очень простые базовые такие вещи, которые все вы безусловно знаете. Это как организовывать программы маленькие, средние и большие с точки зрения их исходного кода, их частей, то есть чего они сделаны. Но прежде чем я вам об этом расскажу, я бы хотел упомянуть про такое когнитивное искажение, как ретроспективное когнитивное искажение. Человеческий мозг, он обладает множеством очень замечательных особенностей, в частности у нас отсутствует недоверие к устному и печатному слову. То есть если я вам скажу один в поле не воин, вы автоматически это встроите в свою картину мира и мне поверите. Если я вам скажу и один в поле воин, вы тоже это встроите в свою картину мира и тоже мне автоматически поверите. У нас просто нету такого механизма, как недоверие к устному или письменному слову. Он эволюционно не выработался. Вы можете не доверять человеку, например, я вам говорю, сейчас я скажу ложь, меня зовут Вася. Вы будете сознательно мне не доверять. Тому, что я скажу, вы все равно сперва доверите, потом не доверите. И на самом деле очень многие люди от этого страдают, особенно психологи, когда им рассказывают какие-то базовые вещи, они говорят, ну это же очевидно, все просто, ну звезды так сложились, все к этому шло просто, все понятно. А потом на экзамене им дают пять вариантов, они не знают, с какого выбрать, потому что все пять вариантов, они одинаково понятны. И вот с простыми вопросами разработки абсолютно то же самое. То есть, когда я говорю, ребята, вот надо делать так, так и так, мне говорят, ну за что мы тебе заплатили деньги, это же очевидно, ну блин, любому ежу понятно, что надо так делать, надо делать хорошо, не надо делать плохо. А когда я им говорю, окей, ребята, теперь я вам не скажу следующий шаг, выберите, пожалуйста, как правильно делать, и не смотрят, да, вроде все это как-то логично, да. Вот, поэтому я стараюсь рассказывать вот такие базовые вещи, которые в целом все известны, да, но чтобы было понятно почему, чтобы была какая-то теоретическая база, чтобы когда вы сами начинаете разрабатывать, или у вас кто-то спрашивает, или приходит заказчик и спрашивает почему, вы могли не просто сказать, что вот, ну это лучший способ, да, а могли аргументированно. Поэтому сказать, что это лучший способ, потому что, и далее, собственно говоря, какие-то вполне разумные аргументы. Да, аргументы. Итак, про программы. Вначале любая программа, она очень маленькая, да, вообще редко какая программа, сразу огромная. Вначале это один файл с исходным кодом, программист туда радостно пишет, да, программа очень простенькая, но потом начинает расти. Она растет, 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 и через годик, если нам повезет, и стартап не накрылся, медный утварьем. Программа становится такой большой, солидной, в ней, собственно говоря, много каких-то частей, файлов, да, все это как-то взаимосвязано, но программа пока одна, все хорошо. Файлов 100, программа одна. А потом наступает некий ключевой момент, вот я, когда прихожу в проекты, этот момент обычно четко виден. Вот такой ключевой момент, когда проектов становится два. То есть, либо это веб-студия, которая делала, 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 делала веб-сайт, и, наконец-то, доделала, начала делать второй. Либо это какой-то проект, типа, вот, World of Tanks, да, вот его доделали, такие, начали делать World of Warships, а заодно и World of Airplains. Это может быть какой-то бизнес-решение, вот народ интегрировал, 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 вы интегрировал, да, и вот у них следующий заказчик, они хотят вот немножко поменять, да, и следующему заказчику тоже продать, желательно за большие деньги. И вот, когда проект становится два, сразу вместе с этим возникает вопрос, а что делать с общим кодом, который в этих проектах, да? И вот ответ на этот вопрос, он как раз, вот, многие его путают с common sense, да, со здравым смыслом серии. Ну, ее же знает, что нужно, дальше говорят что-то, да? Так как мы верим сказанному, вот у нас нет опции проверить, это плохо. Поэтому я постарался как-то вывести вот правила и понять, а что же там хорошо, а чего плохо, да? Ну, как обычно делают, обычно делают, так, Linux и выделяют папку comma, да? В этом же репозитории, если он есть, а если нет, то просто папку comma, ну, а заодно выделяют все остальные папки, да, там, logger, database, query modification и так далее. Таких проектов видел очень много, потому что вот есть папочка основного проекта, папочка второго проекта и куча папочек или директорий, если пользоваться правильной макрософской терминологией, в которых лежат общие файлы. Вот такая штука, она традиционно называется монорепозиторием, да, когда все проекты их общей части лежат в одном репозитории, Subversion, CPS, Git, Perforce, в любом, да, лежат в одном месте в виде файловой системы. Вот это монорепозиторий. Монорепозиторий, он на самом деле не то, чтобы зло, да, какого-то абсолютного зла у нас в индустрии нет. У нас есть вещи, в которых есть плюсы и есть минусы. Я сейчас пришел как раз, чтобы рассказать, вот где плюсы, где минусы, с моей точки зрения. Вот, и надеюсь сделать мир немножко лучше. Вот в чем, например, плюсы монорепозитория. Огромным плюсом монорепозитория является то, что он прост в использовании. То есть для того, чтобы у нас разделить проект напополам и выделить общий код, все, что нам нужно, это создать директорию, да, выделить какое-то количество файлов, перенести ее в эту директорию, а из обоих проектов их подключить. Ну, с помощью Пайнтоновских импортов, или рубинного реквая, или TypeScript-овского импорта. Вот как хотим, так и подключаем. Да, это очень простой способ. Для того, чтобы им воспользоваться, нам не нужно никого обучать, не нужно там время какое-то тратить. Да, вот взяли и сделали. Когда мы нанимаем новых сотрудников, монорепозиторий реально прост. Мы наняли вчерашнего студента, у которого год опыта работы, там веб-студию пришел, мы ему говорим, что вот репозиторий, да, вот ты его планируешь, там все наши проекты. Вот будем делать следующий, вот ты там же создавай директорию, называй и включай, вот тут у нас логеры, тут у нас jQuery, тут у нас замечательные диалоги, да, вот тут джангл лежит. И всем все понятно. Ну и плюс, монорепозиторий часто достается исторически. То есть вы пришли в новую компанию, да, принести им счастье, себе деньги, а там исторически 10 мегабайт кода и монорепозиторий. Вот, он там уже есть. Это большой его плюс. Вы знаете его сильные стороны, слабые стороны. Вы представляете, что с этим делать. В чем он репозиторий, есть не настолько смешной плюс, а достаточно полезный плюс. У него сквозные символьные метки. То есть, если в компании у вас есть кучка продуктов, да, например, вы делаете там какое-то средство безопасности, оно брендировано пятью компаниями, там еще какая-то версия есть и так далее. Вот вы хотите порелизиться. Версия 3.4.821. Вот для того, чтобы порелизиться, вам достаточно на вашем монорепозитории поставить одну метку, она сразу Атамаронов вставит на все. У вас будет 3.4.851 версия Кауна, версия Логера, версия Джекуэри. Да, у вас никогда не будет проблем с зависимостью версий, потому что все они лежат в одном месте. Вот, это были плюсы. Теперь минусы. Это почему народ, собственно говоря, начал делать что-то другое. Минусов в количестве. Ну, первый минус, это вот деревце. Древо Сефирот, это такая картиночка, которая в художественной литературе показывает связь все со всеми. Вот. Когда у нас монорепозитория, у нас реально все его части связаны со всеми. Это такая эталонная, высококлассная лапша. Вот. И если мы в этой лапше что-нибудь поменяем, например, камен, у нас не соберутся все проекты компании. Я это видел просто бесконечное количество раз. Да, из серии мы не будем менять логер, потому что вы знаете, сколько в этом репозитории лежит проектов, которые от логера зависят. Нет, мы даже один аргумент добавить не можем, у нас не соберется все. Вот. И это очень сильно мешает развитию компании. В монорепозитории не видно связей вообще от слова полностью. То есть у нас есть этот 10-мегабайтный монорепозиторий. Приходит руководство и говорит, а мы хотим вот в этом общем компоненте, в этом общем компоненте сделать, например, чтобы он был с поддержкой новых фичей Windows 10. Кто у нас этот общий компонент использует? И тут вот как приходится делать греб по исходникам, потому что у нас вообще никакого простого способа нет понятия, кто и как использует. Да, вот все исходники лежат в одном месте, все друг на друга ссылаются, иногда еще и ссылаются динамически. Да, что-то же простой греб не помогает. Да, решили, что используется, все поменяли, а потом отдел тестирования через неделю говорит, знаете, у нас вон-то поломалось. И смотрим на вон-то и с ужасом вспоминаем, что у него 3 года назад от этого была неявная зависимость, и мы только что себе сломали все. И нужно срочно обратно откатываться. Вот. Есть крупные проекты, которые с монорепозиторием, вот, например, Python и Django, вот, у него был монорепозиторий одно время, и там была замечательная папочка Contrip. В которую разработчики, собственно говоря, докладывали. Да, вот они докладывали, 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 а когда у нас все лежит в одном месте, у нас есть огромный соклазм приварить это намертво. То есть, когда мы меняем исходники, там еще есть два способа, да, правильный и быстрый. Вот. Правильный, это когда мы для крепления полки к стене сперва, собственно говоря, сверлим отверстие с помощью перфоратора, потом убиваем дюбеля и так далее. А быстрый, это когда наклей. Вот. И когда у нас все исходники лежат в одном месте, просто огромнейший соклазм нам посадить на клей, да, то есть быстро там что-то поимпортить из кишок и еще пропачить фронтальнее. Вот. Оно все работает. А потом с этим ничего сделать нельзя. Она уже приварена намертво. Выходит новая версия контриб, а не добавить, не убавить, все уже вот в общей массе лапши. Все там лежит. И от этого контриба расползаются явные зависимости по всему коду. Вот Джак с этим столкнулась, потом долго выдирали. Монорепозитория есть большие проблемы с разделением доступа. Вот с этим ко мне тоже регулярно ходят, когда говорят, знаете, вот у нас наш проект, вот плюсы, вот 5 мегабайт, или Python 10 мегабайт, да. И понимаете, вот у нас вот тут бизнес-критика, логика, да, и неплохо бы, чтобы ее видел только главный программист, который подписал, да, да, но мы не совсем понимаем, как это сделать, а давайте вот мы наверх гита прикрутим еще систему, которая будет по путям права, собственно говоря, назначать. А потом кто-нибудь делает от этого саб-модуль, оно все разваливается, все плачут. С тем контроля версии они вообще не рассчитаны на то, чтобы в рамках одного репозитория делать какие-то группы прав. Да, все это могут, но никто на это не рассчитан. Вот, то есть включить можно хоть у гита, хоть и саб-вершин, но работать не будет. Вот, все плачутся. Сложно из этого монорепозитория что-нибудь вытащить. У меня было много кейсов, когда приходит крупная компания и говорит, мы тут слышали, что опенсорс это круто, посовещались со своими ребятами, вот у нас есть какие-то наработки, мы хотим отдать в опенсорс, но понимаете, у нас тут саб-вершин с монорепозиторием, да, и вот как-то вот вытащить оттуда непонятно как. То есть вытащить-то понятно, кладем на гитхаб и все, как-то потом взаимодействовать будет. И цена выпиливания, она оказывается очень высока. Ну, все эти проблемы, они уже лет вот 10, 12, 13 назад как-то появились, даже 15, наверное. После чего народ сразу же понял, что делать. Надо делать мультирепозиторий, то есть делить программу на куски и каждый кусок класть в свой отдельный репозиторий, но оказалось, что это сложно. Вот, или даже так скажу, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Простые очень директории у нас становятся отдельными программами и библиотеками. Вот, если раньше мы могли просто скопировать файлик и поимпортить его в 10 разных проектах, да, то теперь надо делать, например, неожиданно Python Package. У Python Package какой-то непонятный сетап P, там надо что-то писать. Эту Package можно выложить на PIP в локальный чизшоп, ее можно положить в GitHub, ее можно инсталлировать разными способами, то есть реально появляется много опций. Как-то не странно, пропадает возможность взять последнюю версию. То есть если с монорепозиторием, там у компании обычно очень просто, приходит новый человек и спрашивает, а как у вас собирается, ему говорят, ну вот этот 5-гигабайтный репозиторий себе клонируй, и вот тут вот есть Shell или BAT скриптики для сбора всех проектов, да, и во, все замечательно. Если у нас проект разбит не на директории, а на модуле, то процесс его сборки становится очень веселым, то есть там такие простые 50-страничные инструкции, что сначала мы клонируем в одну директорию вот эти 5 гитовских репозиториев, потом вот у этих трех мы клонируем GitSubModules, потом мы инициализируем VirtualEnv, потом мы инсталируем зависимости, потом мы инсталируем в этом отдельной зависимости, потому что иначе работать не будет, потом мы настраиваем PythonPath, потом мы настраиваем импорт потому что они же как-то зависят все друг от друга, и потом мы запускаем Bootstrap, и наш замечательный веб-сайт с тремя страничками поднялся. Реально так выглядят инструкции из реальной жизни. миллион каких-то вещей надо делать, а когда они деплоятся начинают, это вообще отдельная песня, то есть Docker, он пришел не просто так, да, не с пустого места, и серия, давайте виртуальные машинки, не, там все реально хмуро, то есть депло и серьезного приложения, которое разбито на модули и имеет зависимости, это большая история во главе которой стоит админ, то есть там специальный девоп, он знает какой правильный поставить депбен, он знает как это все упаковать в депп пакеты, ну или Red Hat и RPM, это уже религии зависят, он знает в каком порядке это все разворачивает, где делать экспорт, как ставить зависимости, как их обновлять, что делать, когда это все ломается и многое другое. В общем, история она непростая, у нее есть плюсы, у нее есть минусы, у него всего есть плюсы, есть минусы. Итак, что является плюсами мультирепозитория? Огромный соблаз, сейчас сказать какую-нибудь глупость, чтобы вы поверили, да, потом сказать совершенно другое, но не буду. Вот, не буду. У нас пропадает зависимость от версий, их можно менять по отдельности. Это на самом деле очень важно, потому что когда компания разрабатывает большие программные продукты, да, и у них есть какой-нибудь common, я вам только что рассказывал, они ничего не могут с ним сделать, потому что этот common используют все. Если мы аккуратно бензопилой разрезали все наши продукты на части, и common стал отдельной частью, от которой все зависят, то проблем с версией нету. У нас World of Tanks использует common версию 1.07, World of Warships использует common 1.10, дев версии используют common дев, а World of Tanks использует версию 1.0, потому что там сейчас инженеров мало. И когда мы выкатываем какую-то новую версию, мы можем запланировать, как именно мы будем ее поддерживать. Там не все так просто с этим, но в целом все с этим нормально работают, и common обновляется попроектно. Есть некая история версии, у нас например есть лог, там есть версия лог 1.0, есть 2.0, есть 2.5, приходит команде, которая работает с каким-то продуктом, и говорит, знаете, вот у нас заходили благодарные пользователи и сказали, что им нужна такая-то функциональность, вот и в блоге она там у нас уже есть, давайте-ка вы ее к себе заберете. Дальше ребята смотрят, ну, помните, эту последний раз обновлялась 5 лет назад, с тех пор утекло много воды, для того, чтобы эту новую функциональность получить, нам вот нужно неделя поработать, да, ну, нормально, код поменять надо, код сам себя не напишет, а после чего уже менеджер может принять адекватное решение, что хотим мы на эту неделю потратить, или благодарные пользователи они перетопчутся еще пару лет, потом что-нибудь случится, смена платформы, логер, или еще что-нибудь, вот, то есть оно все становится возможным, с мультирепозиторием такой в принципе невозможно, то есть логер поменялся, и в каждом проекте мы тратим поскольку-то времени, чтобы поддерживать новую версию, вот, с мультирепозиторием что хотим, то и делаем, а у нас появляются явные зависимости, то есть мы берем Django проект, мы точно можем посмотреть от каких внешних модулей оно зависит, и если конечно добрый разработчик не сделал там внутри папочку вендор, и не скопировал туда что-нибудь, и не положил в тот же репозиторий, да, тут очень важно понимать, что даже если компания с точки зрения тех дир, тех лидов, так далее, говорит, что надо использовать мультирепозиторию, разработчику возникает огромный соблазн, иногда взять этот мультирепозиторий и добавить туда щепоточку монорепозитория, да, например, что-нибудь туда скопировать и пущать там же живет, благодаря плюсам и минусам, да, потому что быстро, например, или просто, или поменять надо, вот, оно дает плюсы и дает минусы, такие вещи надо безусловно пресекать, ну и следить за ними, вот, в мультирепозитории у нас явно указаны зависимости, от чего зависит каждый наш проект, если мы хотим что-то поменять, тем ли, можно посмотреть просто на Recruit.txt и сказать, что вот у нас такой длинный список зависимостей до пола, вот, и вчера заходил аналитик безопасности и сказал, что это больше не безопасно, давайте обновляться на следующую версию, срочно, прямо сейчас, вот, все бросайте и обновляйтесь, это можно сделать, когда мультирепозиторий. У нас слабозависимый контрим, то есть, как только мы разработчиков говорим, что вы будете все держать отдельными модулями или мы вас уволим, то внешние библиотеки начинают подключаться, собственно говоря, правильно модулями, да, если мы хотим что-то поменять во внешней библиотеке, то никто не делает monkey-патчинг, да, клоу-репозиторий на GitHub, вносят изменения и затем ссылаются на кит-репозиторий этого клона и всегда можно посмотреть, откуда растут ноги и сколько, какие изменения вносились, какой модуль используется, все находится под контролем. У нас, безусловно, управление доступом, то есть, например, если программа работает с безопасностью и в коде есть какие-то вещи, которые там, секретный код, да, их можно просто вынести в отдельный модуль, у которого два человека имеют доступ, это Gendir и Teamlead, и в этом модуле собственно говоря исходники, которые компиляются в байнере и дальше используются. Разработчики на сорцы посмотреть не могут и все счастливы. Ну, плюс у мультирепозитория есть некоторое количество приятных мелочей, да, например, мы можем любую часть отдать в опенсорс, если у нас ничего не приварено, пришел директор, сказал, что вот мы тут были в бане, подумали, вот, наверное, мы хотим мемосбилд отдать в опенсорс. Вот, ребята говорят, да, не проблема абсолютно, вот у нас мемосбилд изолирован от всего, да, вот 5 мегабайт исходника, берите, отдавайте в опенсорс и ничего не поломается. Вот, если у нас моносбилд, то мы тут ничего не можем вытащить. Если в компании кода много, то грамотно настроенный мультирепозиторий позволяет забрать только то, что нужно для работы. Да, когда я говорю много, я видел компанию, у которых по 100 мегабайт исходников, здесь еще представляете такую цифру, 100 мегабайт исходников, их там реально много, они копились 20 лет. Там старый код на перли, старый код на PHP, там автогенеренный код, там проекты с картинками, там лежат какие-то, соответственно, справочные таблицы, там лежат поколения программ, просто такие наслоения, да, там у кого-нибудь тяжничек он из программы в программу переходит, да, и вот когда там 100 мегабайт одних исходников, то репозиторий с версионированием всего этого, он там весит, ну, 50 мегабайт весит репозиторий, но нормальный такой вес, да, давайте его клонируем, а он клонируется даже в локальной сетке час, а если я в командировку полетел и там поменял ноутбук, то у меня вообще странное что-то из серии, подождите, три дня я репозиторию возьму, вот, и это реальные кейсы жизни, то есть я не придумывал, народ работает с такими объемами, а потом говорит, что знаете, мы с обвершина на перфорс перешли, вот потому что у нас репозиторий такого объема, что с обвершин просто выкачать его не может, когда я говорю, а может бензопилой на части, не, не, это еще дороже мы не смогли, вот, если у нас грамотно все разбито на модули, мы берем гид-репозиторий нужного нам проекта, каким-то образом берем гид-репозиторий 2 гигабайта и все собирается, все замечательно, а мы наконец-то можем класть отдельно бинарники, в крупных компаниях это огромная проблема, просто огромная проблема, что в монорепозитории лежат бинарники, видео там, картиночки, эксельнички, их там лежат много, десятки гигабайт, сотни гигабайт, они используют отдельные системы версионирования, интегрированные, только чтобы как с этими терабайтами работать. Если у нас проект строго разбит на, собственно говоря, модули, то у нас нет никаких проблем с тем, чтобы отдельный модуль занимался бинарниками, таких модулей много, мы берем только те кораблики, которые нам сейчас надо работать, мы не тянем к себе 2 терабайта вообще. Ну, серебряными пулями традиционно плохо, иначе бы я, монорепозиторий, не видел в своей работе вообще, вот, у мультирепозиторий есть минусы, есть минусы, оно не так просто управлять, то есть, ну, казалось бы, да, ну, что там сложного, берем наш проект, делим его на модули, выделяем зависимости, каждый в гид-репозитории, а потом встает вопрос, вот человек эти гид-репозитории, он как вообще локально брать-то будет, то есть, что ему, списочек в текстовые файлы, вот эти 530 гид-репозиториев, это наши все проекты, вот их зависимость, да, тут уже включается некая машинерия, то есть, нужно использовать virtualenv, нужно использовать required.xt, нужно в этих пакетжах использовать Python Package, зависимость указывать друг от друга, причем непростые зависимости от гид-репозиториев, да, потому что мы, например, не можем наш код внутренней компании, который деньги приносит, взять и положить на PayPay, ну, физически не можем, да, нам либо локальный чешок поднимать под эти модули, либо гид-репозитории, и все это надо прописывать, чтобы эти зависимости работали, а, между прочим, в том же Python, если мы указываем зависимость гид-репозиторий, да, у нас иожиданный dependency links, он немножко дипликейтед, вот, то есть это для Python такой вот, ну, не очень хороший паттерн, да, там надо локальный чешок поднимать, а это все еще, это безобразие надо развертывать, да, то есть, админ, когда это все будет развертывать, я уже рассказывал эту вечериную историю, вот, ему придется делать много шагов для того, чтобы это развертывать, реально много, то есть ему придется все настраивать как-то и так далее, а еще есть IDE, это среда разработки, то есть если ребята используют PyCharm, и тут прихожу, я такой весь красивый, говорю, ребят, вот у вас тут все в одном репозитории, это очень удобно, но, есть небольшой нюанс, нам бы очень хотелось, чтобы вы это сейчас все раздробили, и использовали по отдельным модулям, а ребята начинают задавать вопросы, а как мы из PyCharm будем этим модулями управлять, а если я хочу внести изменения в три модуля, то что мне с этим делать, а как эти модули будут зависеть друг от друга, и Team Lead компании, он должен это все продумать, он должен это все записать, он должен сделать так, чтобы у людей, собственно говоря, не было проблем. Огромная, собственно говоря, проблема мультирепозитория это метки. Вот, в монорепозитории там все просто. То есть, компания, когда продукт состоит из 50 частей, все части лежат в директориях проекта, они просто ставят метку, вот у нас релиз, и этот релиз уходит. Когда мы используем модули, когда мы используем много модулей, мы используем PIP, мы используем Request TXT, у нас случается то, что называется dependency help. То есть, у нас есть много своих зависимостей, много чужих зависимостей, эти зависимости, они все зависят друг от друга. И очень часто мы не прописываем какую-то конкретную версию, к сожалению, а прописываем какой-то диапазон версии. Я думаю, многие это видели на практике, когда мы прописываем диапазон версии, говорим, вот в рамках стабильного API у нас все будет хорошо, вот, а после чего, когда мы это все собрали и развернули, оказалось, что наша зависимость или какая-то чужая библиотека, она в рамках вот стабильного семантического API что-то поломала, вот, у нас неожиданно все перестало работать. С этим тоже приходится бороться, либо замораживать версии на конкретной, да, если замораживать версии, непонятно, как патчить, вот, непонятно, как тестировщикам это все тестировать, с этим совсем приходится работать. Ну и, собственно говоря, если рассматривать процесс разработки программного обеспечения как эволюционный, да, то можно проследить некую цепочку, что вначале у нас такой одноклеточный организм, да, наша программа представляет из себя один файл текстовый с исходником, и затем в процессе работы над программой мы добавляем в этот файл код, он начинает пухнуть, его размер становится все больше, 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 в конце концов по достижению некого критического предела этот файл делится на два или на три, практически как живое существо наша программа становится многоклеточной, после чего программисты радостно сидят, работают, коммитит, 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 уже много файлов увеличиваются в размерах и далее какие-то из них тоже делятся на части, да, прям как развитие многоклеточного организма эволюционного, вот, у этих частей появляются какой-то там протолог, вот, какие-то там прото-часть работы с базой данных, да, и в конце концов, когда уже файлов становится много, наш многоклеточный организм отращивает самый важный хвост, вот, то есть, какой-то набор файлов выделяется уже в модуль, вот, и далее это начинается очень быстро, наш многоклеточный организм отращивает лапы, бошку, большую пасть, чтобы жрать конкурентов, да, наша программа разделяется на модуле, вот, и далее наша программа начинает зависеть уже от других модулей и от других программ, то есть, это максимальная на данный момент степень эволюционного развития софта, когда у нас есть наша программа, состоящая из модулей, да, и эта программа уже зависит от другой большой программы, тоже, которая состоит из модулей и они общаются по какому-то интерфейсу, например, мы сделали веб-сайт, да, веб-сайт, у этого веб-сайта есть ядро, которое программа, написано на фреймворке, к примеру, джанго, состоящие из кучки модулей и к нашему веб-сайту есть аналитика, да, вот эта аналитика, она не встроена в основную программу, потому что тогда оно там совсем кода бесконечна будет, она выделена в отдельную большую программу, которая состоит из отдельных модулей, да, она общается с нашим веб-сайтом по сеточке, например, или через базу данных, она живет на отдельном сервере и, собственно говоря, только так мы можем нормально вообще работать со сложностью. Почему прослеживается такой эволюционный путь? Ну, хранили бы все в одном файле, но, казалось бы, в чем беда-печалька-то? Беда-печалька заключается в еще одном странном очень свойстве человеческого мозга, что мы не можем одновременно удерживать много сущностей в фокусе внимания. Есть даже такой специальный термин, называется кошелек Миллера. Вот, был такой ученый, Миллер, который проводил бесчеловечные умозрительные эксперименты сотрудников и выяснил, что человек в среднем, когда работает с текстом, с людьми, с крокодилами, ну, с чем угодно, он хорошо может удерживать в фокусе внимания от пяти до девяти предметов, да, то есть, человек смотрит на предложение, в котором семь опорных слов, да, несущих смысл, он его понимает очень хорошо, он смотрит на предложение, в котором тридцать опорных слов, он просто прочесть не может, то есть, он начинает его читать, он к концу забывает то, что было в начале, вот, и этот принцип кошелька Миллера, он лежит в основе как раз борьбы со сложностью программного обеспечения, и он постоянно читает какие-то лекции по поводу сложности программного обеспечения, семинары, выступает на конференциях, там на ютубе есть куча роликов записано, можете посмотреть, и распределение программы по файлам, это, собственно говоря, тоже борьба со сложностью, очень часто, когда я вот про это все рассказываю в компаниях, я задаю очень простой вопрос, а когда делить, то есть, я обсудил это все с тем лидом, он говорит, ну да, в целом, все выглядит очень разумно, да, ретроспективное искажение, нам все выглядит очень разумно, как я, как тим лид, или как разработчик, пойму, что вот файл уже распух, и пора его содержимое выделять в отдельный файл, или кучку файлов в отдельный модуль, или кучку модулей в отдельную программу, или кучку программ вообще в отдельный кластер, вот до такого я еще не доходил, ответ очень простой, как только в какой-то части программы становится сильно больше семи смысловых единиц, вот больших таких, на уровне абстракции, да, это значит, что там пора делиться, вот, то есть, как только у нас подсистема логинга начала проявляться везде, вот мы смотрим на это и видим, что ее реально много, мы читаем наш код, видим там везде этот логинг, да, значит, пора его выносить, как только у нас количество файлов, которые связаны с какой-то функциональностью превышает семь, да, это пора вносить в отдельный модуль, иначе программисты просто не смогут это поддерживать, ну и наконец, как только программа начинает состоять больше, чем из десятка модулей, да, то пора часть выделять в отдельную программу, иначе через некоторое время вы столкнетесь с монструозным проектом, который просто неподдерживаемый, вот, так что тут то же самое, что и в эволюции, вначале одна клеточка, потом многоклеточная, потом отращивает хвост, а потом они объединяются в стаю и захавывают весь мир, с программным обеспечением все абсолютно то же самое, сначала у нас один файл, потом кучка файлов, потом кучка модулей, ну и под конец у нас кучка программ, вот, в целом это, наверное, все, про что я сейчас хотел рассказать, и я подозреваю, что сейчас мне будут задавать всякие разные неприятные вопросы, а я буду пытаться на них отвечать. Так обычно бывает. это очень умозрительное такое число, да, на самом деле очень сильно зависит от человека. Кто-то может держать в уме там 20 элементов, кто-то с трудом справляется с пятью. Ставив бесчеловечные эксперименты над сотрудниками, Миллер, собственно говоря, выяснил, что в среднем это от пяти до девяти, вот, то есть семь плюс-минус два. У кого-то больше, у кого-то меньше, на практике лучше всего я всегда ориентируюсь на семерку. То есть я вижу десятку, я уже начинаю паниковать. Слушай. У меня полтора или два вопроса, на самом деле. Один это, ну, как бы, так со стороны кажется, что мы мульти-репостали, Мульти-репостали, как бы, вроде как правильный, да, и хорошо бы пойти по этому пути. Однако, как бы, судя по докладу, это довольно тяжело сделать, там, ресурсно, да, и, там, не знаю, сколько, ну, собственно, сколько это реально стоит, как бы, усилий, да, ну, денег, стоит, чтобы прикинуть, да, что-то стоит на талон. А второй вопрос, ну, как бы, про первый, да, вроде как тоже, опять же, всем, наверное, кажется, что это разумно, и каждый начинает, кто делает мульти-репостали, пишет свой, например, велосипед, да, чтобы, вот, зато всем менеджировать. Соответственно, ну, по аналогии, там, не знаю, с билдами, да, там, были скрипты, которые в кроне запускались, использовали, там, контроль-версии, запускали, а потом появились билдсервера, и как все, на них, в принципе, не было так, как решение, как можно, единственное? Скажем так, ну, сначала я отвечу на первый вопрос, да, вот обычно, как раз, если Team Lead, ну, затрудняется с оценкой сроков, то зовут консультант, типа, меня, я прихожу, и все это считаю, и потом рассказываю плюсы и минусы, и уже на основании плюсов и минусов Team Lead, или владелец компании, он принимает решение, хочет ли он вообще что-то менять, что он за это получит, какие у него, собственно говоря, будут плюсы, может, плюсы проявятся уже в конце срока жизни этого проекта, да, когда у компании по планам там его хранить и разрабатывать следующие, тогда это просто не нужно делать. Отвечая на второй вопрос, тут вот сложный вопрос, я таких инструментов не нашел, то есть, в принципе, в принципе, для Python, потому что у нас конкуренция PeterPy, для Python в целом связки VirtualEnv плюс PIP ее хватает, вот, то есть, если все разделить на Python Packages, в Python Packages установить зависимости друг от друга, что-то от внешних, сколько, что-то от Git-репозиториев и использовать PIP Install, то работать оно будет, но с нюансами, то есть, использование Git-репозиториев деприкейтед, VirtualEnv часто ломается, шагов там в количестве, для того, чтобы одновременно иметь работающую программу и менять код, в модуле нужно делать Git-клон, после чего setup P-Develop или PIP-Install-Develop, и для каждого модуля это придется делать независимо, ну, в общем, каждый старается как-то вот это все оптимизировать, улучшить и так далее, вот, хорошего способа я пока не знаю, но вручную делают, если кто знает, вот, френдите меня и пишите обязательно, я вам буду бесконечно признателен. Я специально сделал запас времени, поэтому у нас хватит, чтобы задать вопросы, да? Сейчас, давайте сперва, вы. Собственно, да, для маленьких проектов, я думаю, действительно, управление мультирепозиторией это возможно решение, но, когда мы возьмем контекст full stack разработку, когда у нас есть вертикальные фичи команды, когда у нас есть, скажем, m фичи команд, m репозитори, то сложность разработки станет n на m, но имею ввиду, это в наикудшем случае, когда каждой команде придется сделать бранч каждого из этих компонентов, и потом это превратится в merge help. Соответственно, вопрос, вот, по вашему опыту, когда это перестает работать? сейчас расскажу. Ну, на самом деле, на самом деле, это такой способ, который, скорее всего, будущие разработки, да, то есть, если посмотреть на современные проекты, например, Node.js, вот, там, вот, в основе стоит древовидная структура package, которую радостно используют. Что делать в таком случае? Значит, во-первых, делить на модули и на package надо правильно, то есть, не надо просто брать проект и бензопилой распиливать его посередине аккуратно, да, выносить надо так, чтобы каждая часть занималась какой-то изолированной функциональностью и не мешала остальным. Тут у нас логер, тут отсылка e-mail, тут еще что-то. И, если возникает ситуация, когда фичи команде для того, чтобы имплементировать какую-то фичу, нужно менять много модулей, это значит, что оно разбито на модули немножко неаккуратненько, да, то есть, хвостов 5, а ноги 3. Вот, поэтому, что происходит эволюционно в процессе работы над фичами? Модули дорабатываются и каждая следующая фича, ну, если все делать аккуратно, требует изменения меньшего количества модулей. То есть, в начале, после распиливания большого проекта или начала нового проекта с модулями, там каждая фича действительно, мы вот меняем все. Но после того, как проект увеличился и все больше и больше фичей добавляется, модуль уже специализируется, да, каждая следующая фича требует менять все меньше и меньше модулей. И в конце концов, через годик, через полтора, введение фичи требует менять один, ну, максимум два модуля. Если фича требует менять десять модулей, то вызывается на ковер TeamLead и спрашивается объяснитесь. Вот. Так что по феншую оно где-то вот так вот. То есть, сначала нам очень плохо, но потом в процессе разработки оно становится все лучше, 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 и в конце концов фичи уже эффектят по одному модулю, потому что как раз задача модулей изолировать функциональность, да. У нас редко случается, что фича одна добавляет функциональность сразу всему. Вот. Безусловно, зависит от масштабов, но я как раз специализируюсь на больших, очень больших масштабах, да, на интерпрайз проектах, вот, и, ну, там тяжко, но идет. А альтернатива заключается в том, что все лежит в одном месте и изменения просто не могут делать, да. То есть, приходит директор и говорит, а мы хотим вот. Разработчики говорят, а мы не можем сделать вот, потому что на этом завязаны еще 50 проектов, если мы изменим, оно все поломается, а дайте нам месяц. Вот. Так что, в случае с монорепозиторием, с каждым шагом разработка тормозит, в случае с мультирепозиторием, с каждым шагом наш проект становится из все более-более изолированных правильных частей и скорость разработки, наоборот, уменьшается. Получается, у нас все равно постоянная перебалансировка, что в какой-то момент у вас будет один директорий, куда он перестанет слишком большим. Безусловно, а жизнь это вообще такая динамическая штука, у нас есть постоянная перебалансировка, то есть, нет такого, чтобы один раз сделали и на века. Это оно уже потом, по прошествии веков, можно сказать, ну вот с этим повезло, пирамидка простояла. Там на самом деле было еще 10 тысяч пирамидок, которые до нас просто не дошли. да, жизнь это постоянные какие-то изменения, какие-то продукты развиваются, какие-то умирают, и мы постоянно эти изменения вносим. Так, далее. Так, коллеги, вот, сейчас мне будут задавать страшные, но интересные вопросы. Слушаю. Не такой, я очень грозный. Вопрос такой, значит, прозвучало, что в случае когда у нас есть много зависимости одних пакетов от других, мы имеем иногда ситуацию, когда мы не можем восстановиться, когда неправильно указаны, ну, диапазон зависимый, версии и так далее. Если мы используем не деплой с кодом в чистом виде, а если мы используем артефакты, да, то есть все билдим, складываем, билдим, складываем, мы все равно влетим в эту проблему. Тут вопрос заключается в том, насколько часто мы хотим патчить. Вот недавно видел замечательную картинку, там диснеевская девушка, это которая из мультиков фроза с Абзира в платье, у нас улыбка говорит, что разрабатывать по спецификации и ходить по воде это очень просто, если оно заморожено. Тут все то же самое, то есть если бы заморозили все зависимости, там проблем с ним никаких не будет. Фишка заключается в том, что у нас команда тестирования, она постоянно какие-то баг-репорты дает, вот, и мы хотим небольшие вещи патчить без внесения этих, без внесения несовместимости, то есть мы чиним. Вот, и поэтому мы хотим, чтобы, например, у нас была ссылка на модуль версии 4.3. все что угодно, да, то есть вот в этом build number мы просто патчи в себя всасываем. И мы хотим, чтобы у нас актуальная версия у отдела тестирования собиралась и так далее. Это называется семантическая API. То есть когда у нас модуль говорит, что вот, ребята, у нас версия модуля состоит из трех цифр, да, первая цифра это мейджер. Когда меняется первая цифра, значит, мы поменяли работу модуля несовместимым способом, да, мы добавили клевые фичи или не добавили, просто рефакторинг сделали, но совместимость теперь потеряна, и вот если вы хотите перейти на новую мейджер-версию, то вам нужно будет в ваш код ручками залезть, посмотреть, что используется и поменять. Есть майнер-версия, которая говорит, что? Что мы что-то поменяли, улучшили, добавили, да, но обратная совместимость сохранена. То есть, есть новые фичи, если вы хотите, то их можете использовать, а старые должны работать нормально. И есть build-number, вот эта вот последняя цифра, которая говорит, что мы просто что-то поменяли или отрефакторили, то есть, в процессе работы ничего не должно поменяться. проблемы у нас возникают тогда, когда программисты делают ошибки. То есть, они, например, меняют майнер-версию, добавили какой-нибудь аргумент, да, а они-то думают, что они сохранили обратную совместимость, а на самом деле они обратную совместимость поломали. И это бывает как с внешними пайтом-модулями, так и с нашими собственными, на которые мы разбили программу. То есть, мы в логере добавили, собственно говоря, третий аргумент и забыли о том, что два года назад у нас уже был там третий аргумент, а потом мы его сделали деприкейт. Где-то оно вызывается с тремя аргументами. Вот. И все поломалось. Ну, просто мысль немножко в другом. Значит, если мы подтягиваем сторонние зависимости из ГИТа, мы обычно как там никаких билд-намеров нету. Мы просто говорим версия 1, 3, 2. И теоретически все работает. И версия 1, 3, 2 мы имеем тематическое версионирование 1, 3, 2. То есть, там только подсосленные бактерии. Но там кто-то совершает ошибку. А в случае, если мы у себя все это билдим и сохраняем артефакты, то в принципе мы точно знаем, то есть, мы в какой-то момент времени знаем, что у нас система работает. Мы говорим бац, срезали версии какие-то, список. Мы получаем все билд-намеры по нашей квалификации и можем от них отталкиваться. На такой-то момент в прошлом у нас были такие-то версии, они работали. И если нам нужно откатиться до версии релиза всей системы номер такой-то, мы берем и говорим так, вот эти все пакеты, вот эти нужно откатить до этих бюджетов, вот эти до этих. то есть имеет ли смысл, ну вот как вы прокомментируете, имеет ли смысл все-таки заморачиваться в партефактах, да, то есть поднимать систему, если все хранили, и так далее, либо имеет смысл все-таки депло и дискода, и риски не такие большие, чем проблемы сопровождения и укрепления этого национала. И по размеру проекта для каких стадий это на самом деле очень интересный вопрос, он зависит от конкретного проекта, то есть у такой системы, у нее есть плюсы, есть минусы, а плюсами является то, что это такая частичная заморозка, да, то есть мы что-то замораживаем, вот, какую-то версию артефакта, и в результате оно у нас с одной стороны гарантированно работает, а с другой стороны, например, там поставить версию 1.2.4, мы уже не поменяв версию артефакта не можем, да, часто используют комбинированный принцип, то есть для внешних версий библиотек, которые используются редко, используют механизм артефактов и заморозку, а для внутренних библиотек, то есть тех, из которых состоит наш продукт, да, используется более щадящий режим, то есть мы договорились, что там по третьей цифре мы менять не будем и зависимость у нас идет не жесткая, так что когда разработчик делает какой-то патч, отдел тестирования может его посмотреть сразу же по latest, а собственно говоря не обновлять артефакты в кулуарах третий вопрос уже в кулуарах у нас и так осталось 4 минуты коллеги кто еще хочет пообщаться ну окей ну окей последний вопрос от меня вообще так значит опять-таки в докладе говорилось что имеет смысл сторонние репозитории к себе форкать и как с ними оперировать имеет ли смысл подход когда вы форките сторонние репозитории к себе и периодически подмерживаете тогда будет за версионирование номера пилда как бы ну номер пилда в принципе не важен мы можем депловать а за версионирование отвечаем мы и мы как бы фечим себе изменения смотрим а что что все-таки изменилось и уже сами решаем какая лифская пакет да конечно так на самом деле часто делают когда есть какой-то модуль от которого мы сильно зависим при этом мы хотим делать свои изменения и получать последние изменения от автора но при этом свои изменения автору мы как-то вот продвигать чтобы он их брал мы не очень хотим да например потому что автор не аксептит мерч реквест ну не нравятся они ему такое бывает или потому что автор их аксептит но раз в месяц да нам надо как-то часто менять вот поэтому это абсолютно нормально мы делаем форк вот у нашего форка собственно говоря удобная нам система версионирования то есть например в оригинальной библиотеке там версия состоит из двух цифр да мы добавляем третью вот или там добавляем какие-нибудь там черточки дев черточка тест такое тоже бывает и после чего мы забираем от автора изменения которые мы хотим он при этом наше может брать может не брать если у нас публичный репозиторий может быть локальный репозиторий чтобы их никто не видел вот и при этом мы сами следим за тем чтобы ничего не ломалось такое делается достаточно часто на моей практике вот недавно вот 50 плагинов редмайн отгружал из которых 30 форками были да так что легко легко ну что ж коллеги если больше вопросов нету а есть прошу небольшой вопрос собственно интересно насколько начинались проблемы со скоростью скажем так там проблем никаких особенно нету то есть все современные системы контроля версии они с гигабайтами работают нормально просто медленно если я например сижу в Финляндии да и у меня есть вот только мой А3G со скоростью мегабит что субвершин что гид что меркуриал спокойно выкачают 5 гигабайт сорцов только на скорости мегабит это займет несколько дней ну потому что просто скорость деленная на объем гид работает все-таки немножко по-другому чем разные системы которые разные правильно а сколько 5 гигабайт на репозитории выкачивалось на вашем а я так сходу не схожу потому что последний раз такой репозиторий достаточно давно видел и я их как-то не замерял то есть ну скажем так я могу сказать что я такие репозитории не выкачивал то есть непосредственно у меня такой кармы не было я с ними работал в том плане что мне показывали и говорили вот оно дальше что делать а дальше я рассказывал как дробить чтобы самому садиться и на медленной скорости выкачивать 5 гигабайт чем угодно не было такого вот но по поводу этого в интернете есть куча всяких аналитических статей где страдаются делятся друг с другом рецептами какую систему контроля версию лучше выбрать как с ней жить и что делать если там не гигабайты а терабайты если там картинки видео и прочее вот люди как-то с этим живут ну я больше по старцам вот тут мне только показывают сам я это не пробовал вот ну что ж коллеги все вас ждет перерыв всем спасибо 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 спасибо